МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время был перекос в области худсоветов, редсоветов, всяких фильтров и идеологических фильтров, которые цензурой в широком слове не было. У нас не было цензора, но цензура была при этом. И цензорами являлись сами вот эти редсоветы худсоветов. Нет, но в прессе был главлит, который просто должен был... И литовка была, и текстов тоже, кстати, пенсионных. В основном главлит, почему он и лит так назывался, потому что он не от слова литература, но и касался в основном все-таки литературы и поэзии. А в музыке меньше, в кино... Везде было свое. Цензурирование было. Хорошо, не будем... Нет, ну какие-то жанры были просто под запретом. Сегодня слушаешь ты джаз, а засту Родину продашь. А и исполнители даже были под запретом. Это само собой. Отдельные, которые вынуждены были просто уехать. А некоторые влачили жалкость, что они у нас в стране. Как, например, Абадзинский, которым сейчас снимают кино. Он же это был человек просто под запретом. И просто плохо очень закончил свою жизнь. И вот что я вам хочу сказать, что... Вот это один перекос. Другой перекос произошел у нас. Когда все открыто, и мутные потоки вынесли все. Это в 90-е или когда? Или раньше это произошло? Это было в 90-е. А это не началось в перестройку? Нет, это в 90-е началось. И эти кингстоны все были открыты, и мутный поток выносил все, кого не лень. Все стали писать музыку, снимать кино, писать стихи. Оно и сейчас продолжается. И вот мое предложение было такое, что все-таки должны быть какие-то фильтры. Иначе у нас не будет... У нас сейчас нету имен. Их нету, потому что нету этого отбора. У нас нету имен... Ни в музыке, ни в литературе. Может быть, два имени, которые сами себя пробивают. Там два-три поэзии почти нет имен. Это просто в кругу знают людей, которые хорошо пишут стихи. На самом деле имен нет. И поэзия перестала быть для нас чем-то... Ведь поэзия была в России всегда очень на высоком уровне. В советское время, в постсоветское. Вот теперь тем более, так называемое. Это же были имена, когда сейчас произносишь имя Рождественского, Вознесенского. Сейчас нет таких имен. Их нет не потому, что нет талантливых людей. Что? Каждое время должно рождать талантливых людей. Потому что нет фильтров. Это все смывается. Талантливые люди, они нежные. Их смывает этой волной. Они не могут. Их надо поддерживать. Как их всегда поддерживали. Разными способами. Не тем, чтобы при казном порядке. Нет. Разными способами. Были фонды. Были творческие союзы, которые сейчас есть, но они совершенно не играют той роли, которой играли. Вообще их можно сказать, что и нет. То есть вот мое было предложение. И в том числе Министерство культуры должен быть определенный редсовет или, как было раньше, редколлегия Министерства культуры, которая осуществляла закупки. Ну, в данном случае музыкальных произведений. Закупки отбирала, закупала для Большого театра, потом распределяла в театре. Возможно, что это надо обдумать, как это сделать, чтобы это не возвратилось опять в советскую систему. Но то, что фильтры какие-то нужны, и надо все-таки зерна от плевел отделять, и люди уже перестали ориентироваться, они уже просто готовы съедать все, что им дают. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. На телеканале Москва-24.